Есть и домашний, и мобильный. Ну, пришлите мне его координаты. Я пришлю ему сообщение. И какой-нибудь от вас привет попробую. Вы пришлите мне на телефон просто, опять же, или по скайпу как-то. Пришлите мне его данные. Я от вас, я по этим данным перешлю сообщение от вас. Посмотрим, что из этого выйдет. Я вам скажу просто, что если человек, он ходит на группы, если он в анонимных алкоголиках, то я, скорее всего, я бы его знал бы, или он меня знал бы. Но, по крайней мере, был бы шанс. Если он не ходит, не знаю. То, что он с вами на интернет-группах, я не в курсе. Не со всеми я общаюсь. У меня мало опыта интернет-общения. Именно скайп-общение на группах. Понимаете? Ну, пришлите данные, в общем, я... Ну, я телефон тебе сбросил, как ищу личный. Все. Хорошо. Там первый написано мобильный, а второй домашний. Не знаю, что это означает. Хорошо. Я... Имя его напишите, я ему передам привет от Натали. От Натали бабочка. Правильно, Натали? Да, да, да. Хорошо. Да не бабочка, бабушка. Да ладно. Бабочка? Бабочка. Я сегодня девочка. Бабушка. У нас просто у Гая много. Здесь Татни, Наташа, Ирин. Ну, вот. Имена-то одинаковые. Ну, бабушка-то я стала не потому, чтобы меня не попутали. Так у меня уж получилось. А вообще вот он. Я понял. Кто фамилию пишет? Кто как-то? Как-то расширяем имя. Потому что найти Наташу в скайпе это нереально. Ну, если вы заметили, у меня тоже Гай Садовский. Да, я тоже. На самом деле, по поводу анонимности, это такая вот фамилия и так далее. Есть. Меня тоже научили. И вообще в литературе сказано, что мы в сообществе, нам надо называть свои фамилии. Иначе мы друг друга не найдем. Это мы анонимно не говорим о себе с фамилиями. Когда мы со средством массовой информации общаемся, с телевидением, с прессом. Но внутри сообщества мы называем фамилии и имя. Так традиции наши говорят. Поэтому мы не подпольная организация. Я стараюсь давать те данные, чтобы меня могли найти. А просто имя Натальи. Много может быть Натальи. Да, я с тобой настолько здесь вот прям сидел бы рядом, пожаловал бы руку. Потому что анонимность некоторые понимают, чтобы вот... Чтобы никто не догадался, типа, да. Но я сегодня это не прочитала целенаправленно. Возможно, это кто-то заметил, что можете называться своим или вымышленным именем, потому что наше сообщество анонимно. Но я это не прочитала принципиально по тем понятиям, что ты не пресса, а я не кино. Да. Поэтому смысл... Когда все согласны, это значит не анонимные алкоголики. Это значит не алкоголики. И когда все согласны, это очень опасное состояние, потому что что-то здесь не то. И на самом деле есть четко обозначенные уровни этой анонимности. Срепрессы, радио, кино, да. И причем написано в нашей же литературе. Я могу вам скинуть полностью цитаты, где написано, как... Что... Боб, доктор Боб говорил о том, что нарушение анонимности, это скрывать свои данные о себе алкоголика, которые тебя не могут найти. Это тоже нарушение анонимности, понимаете? Если я буду маскироваться и стесняться среди своих, тогда это же не подпольная организация. Но... Додумать, перефразировать и объяснить, это как раз то, что происходит часто. Но... Традиции говорят однозначно о анонимности, что оно соблюдается только на уровне прессы, радио. Причем написано в... Как понимать анонимность? Есть такая брошюра на русском языке. Там написано черным по белому, написано однозначно. Говорит, внутри сообщества... Я могу вам процитировать это даже. Да мне понятно это. Я еще раз говорю, что не все согласны. Да, конечно, не все. Вот как понимать анонимность? Страница 11, это пятый образ, да, брошюра. В рамках сообщества называют друг друга по фамилии. Особенно, когда проходят выборы на различные должности АА. То есть, называть по фамилии, это инструкция, да? Это те рекомендации, которые надаваются. Потому что Наташа и Гаев может быть много, сколько угодно. А вот... Ладно, повторяться не буду. Хорошо, Наталья, я понял. Значит... На группах, на группах у нас тоже разные группы, но мы стараемся внести весть о выздоровлении. Программа выздоровления – это 12 шагов, да? Мы стараемся там по большой книге передавать информацию. И основная работа по шагам идет, конечно, с наставником не на группах. Она идет один на один. Что касается по традициям, ну, иногда вводим мы темы по традициям. Отдельные группы по традициям, пока мы еще не там не собираем, наставник зависит от индивидуального, как он доводит до своего спонсирования потребность в этих традициях. Понимаете? Я лично, как часть выздоровления, считаю, что традиции, ну, не менее важны, важны, вот, чем шаги после того, как ты начинаешь уже там общаться с внешним миром, да? Это те же самые инструкции, как мне правильно жить в внешнем мире, да? Если вот... Как применять принципы во всех моих делах? Те же на работе, в бизнесе и в семье. Вот для этого существуют традиции. Не только внутри группы, не только в рамках сообщества. Стоп, стоп, прошу прощения, что прервала, стоп сразу. Да. Я считаю, что традиции анонимных алкоголиков имеют какое-то отношение к семье. Сто процентов. А где это написано? Написано о том, что все наши принципы, в том числе традиции, надо применять во всех делах. И если у меня первый шаг принятия бессилия перед зависимостью, или вторая традиция, то есть, если первая традиция это единство, так почему я не могу применить, должен не принимать принцип единства в семье, да? Дэйв Фредриксон говорил на эту тему очень четко и однозначно. Если группа, это часть общества, которая помогла нам, знаете, как он говорил, если группа анонимных алкоголиков способна удержать вместе алкашей, которые, блин, раньше друг друга чуть не постреляли бы, там не поубивали друг друга, но традиции способны удержать их вместе, чтобы не поубивать друг друга, то почему бы не применить эти принципы в семье? Почему бы не применить принцип единства, да, первой традиции, в семье? Потому что семья это то же самое группа, маленькая группа, муж, жена, дети, это тоже группа. И тоже группа тех же эгоистов. Что такое алкоголь? Те же эгоисты по разному уровню. Почему не применить принцип второй традиции, что нет главного в семье? Почему должен быть главный и так далее? И кто его назначил главного? Папа по априори или мама? Поэтому все традиции очень четко, очень четко, все 12, и очень однозначно, и очень классно практически применяются и в семье, и на работе, и очень-очень даже эффективно. Это написано традиция, традиция, что они применяются в семье, это традиции анонимных алкоголиков, и говорится о единстве, содружестве, причем здесь семья и содружество. Прочитание седьмой традиции, если ты знаешь, они у тебя под рукой, седьмую традицию в семье. Да, на самообеспечение. Каждая семья должна быть на самообеспечение. Что это, это, это нигде не написано, да, там нет слова семья. Ну, этот принцип, который вы можете применять, можете не применять. Дальше, дальше читайте. Ну, у меня нет текста под рукой, я не помню наизусть, зачем это. Ну, и... Я не понимаю, как можно содружество анонимных алкоголиков, ведь у нас везде написано, мы самостоятельная организация. Да. Мы не имеем отношения ни к Аванону, ни к Наранону, ни к кому-то либо другому, тем более там внешним, внешним. И не применять пожертвования в зне. Так же самая семья. Почему семья должна применять, рассчитывать на пожертвования в зне? Давайте попробуем порассуждать. Если семья рассчитывает на пожертвования в зне, это семья не свободна. А, прошу прощения, ты мне скажи, где это написано? Да нигде это не написано, это... Ну, тогда привносишь традиции в семье, в содружество с алкоголиком. Я... Вот это я хочу услышать. Вот это мне интересно. Я нисколько с тобой не спорю. Я просто хочу услышать первоисточник. Где написано, что традиции анонимных алкоголиков могут применяться в семье? Что семья не должна принимать там извне никаких денег? Вообще, кто это прописал, что моя семья не может принимать поддержку извне? Никто это не прописал. Так же, как никто... Так же, как никто... А для алкоголиков это прописано. Для алкоголиков четко прописано. Наталья, традиции для алкоголиков тоже как рекомендация. Можете применять, можете не применять. Для алкоголиков... Да, для алкоголиков не соблюдают. Конечно. Для алкоголиков шаги тоже написаны как рекомендация. Можете делать, можете не делать. Для алкоголиков это вопрос жизни и смерти. Для традиции то же самое для группы жизни и смерти. То же самое в семье. Вы можете попробовать применить традиции. Попробовать. Предлагается вам. Попробовать применить эти принципы в семье. Если они вам будут приносить вред, пожалуйста, не применяйте. Ну, а вдруг они принесут пользу? Поэтому я не могу заставить никого применять и делать директивно. Я с удовольствием, лично, применяю эти принципы во всех своих делах, в своей семье, на своей работе. И предлагаю это то же самое. Они хотят применять, они применяют. Если эти не применяют, ну, это их выбор. Еще раз, принципы, вот у нас есть одна... Мы стараемся стремиться применять все принципы во всей нашей жизни. А что такое вся наша жизнь? Правильно? Поэтому принципы это традиции называются, сообщество. Это не является... Принцип единства это не является собственностью сообщества. Это что значит, что если я хочу, чтобы моя семья была едина, да, и стремиться к этому, и от меня это зависит, да, я должен ставить на первое место единство семьи. Я лично, моя ответственность думать о единстве семьи. И так как это прописано в первой традиции анонимных алкоголиков, значит, мне ни в коем случае нельзя их применять в семье или что ли? Как это мне понимать? Или мне надо обязательно, чтобы мне сказали, вот эта традиция, она настолько уникальна, что можно применять все. Кстати, в большой книге сказано об этом тоже. Сказано, что образ жизни, который мы предлагаем, может быть выгоден, удобен и там приемлем всем, кто захочет этого. Это сказано на первой странице вступления. Правильно? Да, согласно. Образ жизни. А что такое традиции? Жить по-другому, чем жить по-другому. Правильно. А что такое традиция? Это предложенные какие-то правила, принципы, которые вы можете соблюдать. И эти принципы, которые мы соблюдаем, принесут нам, сохранят семью, помогут нам в сохранении семьи. Или группы, или сообщество в целом. И до сих пор они работали. И если я применяю это в семье, и оно мне помогает, почему нет? Скажи, а сообщество духа, это тоже она не... Раталья, ты понимаешь, много сейчас этих проходов программы, сообщество духа, вот это все оттуда вытянули. О, подожди, но просто я разговариваю с Граймой. Тут дело не в том, что... С кого-то, что я с ним согласна. Это у вас все анонимные алкоголики. Нет, я с ним согласна, не согласна. Дело не в этом. Просто я... Мне интересна его точка зрения. Он... Я же не зря спросила про спонсора. Я не зря спрашиваю. Это не потому, что я хочу там доказать, что я права, а он не прав. Нет, абсолютно. Я просто... Мне интересна его точка зрения на это. Гая. Я понимаю, Наталья. Я слушаю... Расскажи, пожалуйста. Да, я слушал и слышу, и слушаю эти споры и мнения по этому вопросу, что касается сообщества духа. Сообщество духа, это... Это собрание, название собрания. Это так же, как есть... Я не знаю, группа, которая называется, я не знаю, луч света. Я не знаю, как угодно. Путь к жизни. Это конференция. Оно никакого отношения к анонимным алкоголикам, как организации, не имеет и не предъедует. То, что сообщество духа изучает и работает по 12 шагам, факт. Так как любая группа, которая группа может назваться... У нас группа называется ЯХАД. Мы, группа, решили там, решим, например, провести конференцию или, я не знаю, какое-то регулярное собрание, ежегодное собрание, и по передаче и вести о выздоровлении, которое описано в большой книге. Эту конференцию или это собрание мы назовем «Давайте вместе будем выздоравливать». И вот это будет название. Так это название «Давайте вместе будем выздоравливать» никакого отношения к анонимному алкоголику имеют. То же самое сообщество духа. Сообщество духа. Это не анонимные алкоголики, и никто на это не претендует. Но в сообществе духа так же самое работают по программе «12 шагов» анонимных алкоголиков, потому что единственное место, где описано анонимные алкоголики, «12 шагов» – это в этой книге большая книга. Поэтому насаждение и там правильность или неправильность – это как терминология. Как это называется? Какая разница, как это называется? Каждая группа имеет право быть самостоятельной и нести вес и соблюдать традиции анонимных алкоголиков. Как организационная единица, она существует. Есть два правила. Ни к чему не принадлежать и быть независимой. Правильно? Это касается традиций. Причем здесь сообщество духа? Сообщество духа – это название. Что здесь неправильного, я не понимаю. Я не говорю, что это неправильно. Абсолютно не говорю, что ты не сказала. У них сообщество духа, это конференция, постоянно изучает, работает по большой книге и помогает людям выздоравливать от духовного заболевания, которое называется «изм», алкоголизм. И они расширили эту деятельность. Причем они там, так же, как в книге сказано, что может человек и аланон может выздоравливать. Не аланон, а люди, которые не являются алкоголиками. У них нет потребности в алкоголе как такового. Но у них есть такое же самое духовное заболевание. Почему они не могут выздоравливать по большой книге? Сегодня 400 сообществ выздоравливают по большой книге. Сообщество духа – это даже сообщество или не сообщество – это не важно. Может быть, это другое сообщество. Но они делают шаги по большой книге. Да не может, это точно другое сообщество. Это разработка Коля Голубей. Коля Голубей, он, блин, он ребенок для сообщества духа. Он перевел это. Он когда не родился. Да, он перевел это, то, что было сделано. То, что было сделано, это самое. Коля Голубей просто перевел информацию. И все ее раскидывает. Ну, молодец. Молодец, я ничего не говорю. Это кому-то помогает ради Бога. Кому-то помогает. А на иных алкоголиков и сообщества духов, у них совсем другая там, это, вот у нас есть и есть РСО, у них там совсем другие люди. Не надо вот это вот путать одно с другим. Ну, конечно, но, наверное, не надо. Это и не путается. У меня лично это не путается. Почему? Потому что 12 шагов, 12 шагов, это 12 шагов. Большая книга, это большая книга. Какие обслуживающие структуры, какая мне разница. А у вас есть окружной комитет? И кому вы при, ваша группа, к какому округу присоединена? Вот, если у вас своя конференция в Израиле. Конечно, конечно, конечно. Я сейчас говорю, я сейчас, меня пригласили, я веду речь о анонимных алкоголиках. Я член анонимных алкоголиков. Я был на, 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 сейчас в интергруппе русскоязычных анонимных алкоголиков. У нас есть центр служения, который, общий израильский анонимных алкоголиков. Я член сообщества анонимных алкоголиков. Это, и я поэтому говорю, когда меня спросили вопрос про моей работе, про бизнес, я сказал, даже не называя имена. Понимаете? Ну, вот, про сообщество духа у меня, даже я, по большому счету, у меня нет мнения по этому вопросу. Они занимаются на здоровье, пусть чем-то занимаются. Пытаться, это все равно, что я буду пытаться проанализировать, да, вот, на, на, есть анонимные гангстеры тоже. Они нормальные, все, они тоже выздоравливают по большой книге. Ну да, это все так. Поэтому, и... Просто, ой, я тебе хочу сказать, что американцы, у них там это основывалось анонимные алкоголики, слава богу. Да. 9, 10, 8, больше 80 лет. Но оттуда пришлось все-всего, и вот эти все разъяснения по этому сообществу духа. Я сейчас не найду эту... Да, у меня есть эти все материалы, я в курсе всей этой темы. Я ради бога, помогает людям, пусть помогает. Мне надо путать, что это анонимные алкоголики. Никто это не путает. Нет, мы не путаем, а он говорит. Не пытаемся. Я, я, я... Пое, да. Есть один источник, между прочим, источник, большая книга, он в достоянии всего мира. И большая книга, первое, второе издание, она публикуется в интернете в открытом виде. И любой человек может ее, по ней работать, изучать и выздоравливать. И об этом сказано в большой книге. И... Восемь полностью с тобой. У меня сейчас пятая издание есть. Да, вот сейчас... А у вас вот русскоязычные группы и израильские, у вас это все равно единая конференция? Единая проходит? Да, у нас, у нас единая, у нас, у нас, у нас, у нас одна конференция. Я знаю, что в России две конференции, там... У нас в России тоже одна конференция. Ну... Ну, тем не менее, Раскут, да, там совсем другое. Вот, ну, я просто спрашиваю, у вас русскоязычная от... У нас русскоязычная, это, это просто интергруппа. Она, она более, она более компактнее, и она делает просто вещи, которые, ну, чтобы не загружать другую. Она не делает вразрез, она не делает параллельно, она занимается теми же самыми вещами, что интергруппа... Это, это, это та же самая обратная пирамида. Мы делаем то, что надо, и то, что надо тем группам, которые выбрали, да. Вот три группы собрались там, или четыре группы собрались, проголосовали. Нам надо делать определенные вещи. Нам надо делать то, что группа не может сама по себе заниматься этим. Поэтому, там, общим, там, донесением информации... У нас буквально скоро, вот, вчера, сегодня, вернее, было итоговое заседание года, то, что сделала русскоязычная интергруппа. Интергруппа. Это конкретные дела, которые, в соответствии с пятой традицией, несение послания об анонимных алкоголиков на русском языке, надо на иврите, на ивритести. То есть, мы делаем то, что мы можем. Понимаете? Поэтому делать это по-другому, или в разрез, разделение... Какой смысл в этом? Что делить в этом? Ну, поэтому я и спросила, что у вас интернеренция единая, и вы работаете совместно с... Конечно, мы стараемся работать, мы работаем совместно. Опять же... С рукоязычными группами? Конечно, конечно, конечно. Конечно, мы работаем и с русскоязычными, и с иврите-язычными группами. И вот в Аждоде группа помещения, там, 7 групп в неделю. Из них 3 группы русскоязычных и 4 группы иврите-язычных. Через день. Понимаете? Я несу служение и там, и там, потому что я владею теми другим языком. Я хожу и туда, и туда. У меня есть подспонсорные, спонсируемые люди, которые и на русском, и на иврите. Я передаю шаги то же самое на иврите. Для того, чтобы мне передавать шаги по большой книге на иврите, мне надо было подготовить собственный материал, перевести его с английского на иврит, потому что не было возможности, не было достаточно литературы. У ивритоязычных меньше, гораздо меньше литературы, переведенной, чем у русскоязычных. Я не говорю, что первоисточник, к сожалению, не все обладают английским языком, в том числе ивритоязычных. Поэтому, когда я начал передавать шаги на иврите, я столкнулся с тем, что у меня самому недостаточно знаний иврита. Мне надо было это изучать, мне надо было подготовить материалы. И я подготовил. У меня есть сегодня материал для передачи шагов по большой книге, только по большой книге, на иврите в том числе. И я это передаю. И люди уже начинают передавать дальше. Поэтому... Иврит – это свой поядок. Ну, я понимаю. У меня, слава богу, бывшая жена марокканка. Она русский выучила быстрее, чем я иврит. Поэтому... И когда я бухал и с ней познакомился, то был язык международный, я не знаю как. Но сегодня мои дети не знают русского языка, понимаете? Это, конечно, недостаток, потому что никто их не изучает. Но они общаются на иврите. А я общаюсь с ними тоже только на иврите, естественно. Поэтому, опять же, все, что касается вот этих вот спорных вопросов, связанных, я не знаю, с традициями, сообщества духов, кто кого чего насадил. На самом деле, вот есть один источник выздоровления, да, который для меня сработал. Это большая книга, да. Кто ее использует? Ну, мне повезло, что таким спонсором, мне повезло, что мне показали суть. Я передаю шаги по большой книге. Только по большой книге. Потому что там ключевые вещи. Все остальные интерпретации, вот того, что там написано, да, и в анонимных анаркоманах, и всю эту теорию я слышал, да. И то, что получается, все говорят о шагах, все изучают шаги, многие думают про эти шаги. А процент выздоровления почему-то меньше и меньше и меньше. Потому что мало кто и живет по ним, и делает их. Понимаете? Правильно, потому что их делают на языке. Вот именно. Я, и поэтому сообщество духа, тот материал, который они делали, они делают шаги, они передают эти шаги. И почему они не в анонимных алкоголиках? Потому что они и семейные там, и другие там могут быть, и не обязательно, и наркоманы могут быть, которые не пьют, и обжоры могут быть там. Почему нет, что им сделать запрет? Они не в сообществе. Они не в сообществе. Получается, как открытая группа. То же самое, как открытая группа. Они делают свою работу, и они передают. Они помогают людям, елки-палки. А что еще надо? Слава Богу. Конечно. Нет, ну сейчас я не занимаюсь этим целью, кто прав, кто виноват, и кто правильный, кто неправильный. Нет. Просто вот другая страна, другой менталитет, поэтому я и спрашиваю, что у них, что у нас. И еще, да, открытый, пожалуйста. Да. Так вот, ну вот у нас идет тоже частые споры, и группы, и вообще. Вот, я тебя попросила взять меня, так сказать, под спонсорной. То есть я попросила тебя провести в такой большой книге. Да. Ты согласился. Да. Ты стал моим спонсором. Это теоретически, а все остальное не будем это обсуждать здесь. Так. Значит, ты разговор с этим человеком, начиная с чего? Заключаешь ли ты с ним какой-то договор? И вот у нас появилась такая фишка, заключать спонсорское соглашение. Вот сейчас ко мне девочка пришла. Да. Значит, она должна 6 раз в неделю, но наставник наставил, чтобы она 7 раз в неделю, проходила на разные группы в Москве, и на каждой из групп несла служение. И вот она так походила месяц, она тогда поняла, что я сейчас сдохну. Она живет одна с ребенком, без всякой помощи изгнен. Ну, вот, то есть, естественно, каждый спонсор, это свое здравомыслие, все такое. Но, вот, ты когда заключаешь, начинаешь отношения, ты озвучиваешь как-то свои пожелания к новичку, или ты заключаешь какое-то там соглашение, на котором... Конечно, 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 стоп. Вот расскажи об этом, пожалуйста. Я заключаю соглашение, мы определяем под спонсорным правилом игры. Если я беру ответственность на себя за его программу выздоровления, я могу попросить его, попросить его, чтобы он выполнял определенные действия. Опять же, какие действия, насколько он вам 7 раз в неделю, 3 раза в неделю, это все индивидуально, это все, это все не вопрос, еще раз, количества какого-то. Если человек приходит, и он хочет, да, хочет, как в книге сказано, хочет то, что у меня есть, а у меня есть единственное ценное, это решение, путь к решению, не я решение, а путь к решению его проблемы, и я беру ответственность на себя, привести его к этому решению, да. Так же, как книга 200 обещаний там говорит, и гарантирует, что есть... Говорят, что мы сделали вот это, и это пришло к духовному решению. Я тоже говорю, нет причины, чтобы у тебя это не получилось. Потому что даже очень психически ненормальные люди выздоравливали. Если у него есть такие... Я проверяю, он алкоголик, да. Он сам это выясняет, не тоже я проверяю, я тоже вместе с ним. Если он настоящий алкоголик, если у него есть духовное заболевание, если у него есть психическое, скажем так, мышление алкоголика, что он уже смертник. Вопрос времени, когда он умрет. Поэтому я предлагаю ему решение программы, если у него это состояние. Он готов сделать все ради того, чтобы помочь самому не умереть, да. То я, естественно, предполагаю и объясняю ему, что тебе надо делать эти шаги. Тебе надо делать... Это посещение групп, это часть быть на связи. Она не является даже обязательной частью выздоровления. Но ему надо как-то со мной работать. Поэтому у меня есть соглашение, в котором я ему там ни нянька, ни папа, ни психолог, я просто-напросто даю ему задание. Следующий правильный шаг, что надо делать по программе. Он его должен сделать. Если он не делает, я должен ему сказать правду. Дорогой мой, я тебе дал задание, которое ты... Тебе надо сделать. Вот сделаешь, приходи. Не сделал. Ну, я же не могу быть ответственным за то, что ты не делаешь. Понимаете? Поэтому правила игры мы оговорим. Если я просто так приду. Слышишь, да, ты можешь делать все, что ты хочешь. Я тоже буду делать все, что ты хочешь. Просто я буду твоим спонсором. Что такое спонсор? Что такое наставник? Что такое проводник? Как угодно назовите. Тогда это просто Филькина грамота. Никто никому ничего не должен. И я не трачу свое время. И ты давай называй меня своим спонсором. Ну и все. А толку он выздороветь? Нет. Я поэтому... Моя ответственность внутренняя перед моей высшей силой сказать ему правду. Или он в программе, или он нет. А как я могу сказать ему правду? Потому что я знаю, что он делает. Я знаю, делает ли он программу или не делает программу. Для того, чтобы он это делал, моя задача ему дать задание. А его задача выполнить. Если он не выполняет, он... Я ему говорю, ты не делаешь программу. Он должен об этом знать. И даже если он забухал, он должен знать, что... Не потому что он забухал, потому что программа плохая. А потому что он не делал. Понимаете? Это правда моя. Потому что если он пойдет, забухает и скажет, да я был в программе, у меня был спонсор, я ходил на группы. И все было круто туда-сюда, а я вот все равно забухал, нифига не работает. Выясняется, он ходил на группы, просто там сливал свое это самое. У него был спонсор, который ему ничего не говорил. Он говорил, ты книгу читал? Нет. Ты открыл? Нет. Ты шаги делал? Нет. Так какую ты программу делал? Если программа у нас 12 шагов, так ты не был в программе. Ты был, может быть, на собраниях. Это знаете, как я рассказываю, свой пример привожу, я очень доходно достуюсь. Это все равно, чтобы пойти в больницу, да? Прийти в больницу. Это не мой пример, я где-то услышал его. Прийти к доктору. Доктор говорит, ты знаешь, вот твой диагноз. Смертельная болезнь. Ты соглашаешься, потому что ты веришь этому доктору, потому что реально тебе болит все. Доктор говорит, для того, чтобы тебе выйти, тебе надо делать процедуры. Клизму ставить, то-то ходить, все туда. Да, да, хорошо, хорошо, я буду делать все, что скажете, чтобы не умереть. Потом человек приходит на следующий день, садится в коридор в этой больнице и сидит и рассуждает. Ой, смотри, как другие ставят клизму, как другие делают, как другие выздоравливают. А он сидит просто в зале ожидания, понимаете, ожидает. А потом говорит, доктор, что-то я не выздоравливаю. Он говорит, да больница ваша не та, и диагноз не такой, и так далее, и так далее. Поэтому моя задача разъяснить этому человеку, что он пришел выздоравливать. Значит, надо делать процедуры, надо ставить клизму, надо делать четвертый шаг, надо писать инвентаризацию, надо делать ее. То, что написано в книге, надо делать девятые шаги. Не просто понимать, что это надо, а делать их. И если он это не собирается делать, лучше не начинать. Потому что он начнет делать программу, он строит столько дерьма в себе, столько правды в себе он узнает, что без бутылки точно он потом не разберется. И он уже бутылка не работает, он пойдет бухать. Поэтому если он начинает, желательно, очень желательно, доделать это до конца. И еще раз говорю, поэтому я делаю соглашение со спонсором сначала. Не значит, что все приходят. У меня много людей на девятом шаге срываются, не готовые делать. Я молюсь. Но моя задача сказать, парень, у тебя нет спонсора. Вот, наши спонсоры прекратились. Теперь ты свободен. Я снимаю с себя моральную ответственность. Я тебе сказал правду. Когда захочешь, когда будешь готов, мы начнем все заново. Поэтому я делаю соглашение. А вопрос посещения групп, количество раз, жесткости спонсора, не жесткости спонсора, это все индивидуально. Я не берусь судить. Я знаю, что на каждую, как говорится, болезнь, моя болезнь, она смертельная. И если мне не дадут решение, причем однозначного и быстро, то я начну сам рулить это все. И тогда я сдохну, как собака просто, понимаете. Поэтому, ну, можно долго обсуждать тогда вопросы, когда вот через 15-10 лет люди падают. Именно поэтому, потому что они начинают заново, эго возрождается, начинают играть роль Бога и думать, что решение уже у них в кармане. Оно никогда не было и не будет. Поэтому надо продолжать просто делать то, что тебе предлагает программа. Я не знаю, но насчет, я, кстати, провожу по шагам не только алкоголиков. Да, вот сейчас у нас уже неформальное время. И то же самое, те же самые принципы. Те же самые принципы. Если ты хочешь то, что у меня есть, у меня, я тебе, вот адова, книга нам дает обещания, обещания, колоссальнейшие обещания, революционные. Вот вы читали обещания девятого шага. Но это называется по-другому тоже. Это результаты. Результаты действия. Вот ты сделал, получи результаты. А какие, Богу, ты это не делаешь? А как, кто меня может заставить, если, знаете, если не джой, не алкоголь? Страх у меня. У тебя есть опыт выздоровления, то есть у тебя были другие зависимости, кроме алкоголизма, у тебя есть опыт другой зависимости? У меня есть опыт выздоровления духовного заболевания, в которое однозначно сказано, что алкоголь не является моей проблемой. И далеко не является моей проблемой. И моя проблема – это мои чувства, мой эгоизм. А то, что у людей, люди умирают, страдают, и при этом… То есть, не будучи наркоманом, ты можешь провести меня по выздоровлению от наркозависимости, я правильно поняла, да? Или обжора там, например. Сто процентов, да. Я, не будучи обжорой, не будучи наркоманом, не будучи, я не знаю, эмоциональным, депрессивным, зависимым, я могу человеку рассказать и дать понять, в чем его проблема, да, показать. Чтобы он сам определил, есть ли у него проблема, которую он может решить по большой книге. Или 12 шагов решает его проблему или нет. Отложите в сторону алкоголь. Назовите это чем угодно. Там про алкоголь, кроме как феномена тяги, ничего не сказано. Я вам скажу, у обжора такие же самые симптомы. Они то же самое, когда съедают чуть-чуть, идут, у них такой же феномен тяги, как и алкоголь. Какая разница, что мы, какими-то лекарствами мы лечились. Программа и большая книга говорит о решении главной задачи, главной проблемы. Эгоизм, эгоцентризм. В этом мы полагаем корень всех на проблемах, правильно? И более того, сказано в большой книге, что когда мы решаем эту проблему духовную, все остальные проблемы решаются тоже. И физические, и психические. Поэтому у меня есть опыт. У меня есть опыт. Как ни странно. И с той, с другой стороны. Мой первый спонсор был наркоман. Я изучал программу. Я изучал шаги. Второй спонсор мне провел по большой книге. Не второй, уже третий спонсор провел меня по большой книге. Я осознал, что только через три года трезвости я понял, что моя проблема, это я сам, понимаете? То есть, однозначно определилась, какова моя проблема в эгоизме через три года трезвости. И более того, мне однозначно было понятно, в чем это решение. Это уничтожение собственного времени с помощью духовных каких-то принципов. Духовных принципов, которые для меня далекие. Это просто иди и не заботиться о себе. Эгоист, который о себе не заботится, это нонсенс, понимаете? А я вынужден это делать, потому что иначе я сдохну. А не сразу сдохну, пойду бухать, а буду сначала депрессировать, страдать, жалеть себя, грустить, скучно мне будет и так далее, и так далее. А потом, в конечном счете, скажу, да пошло оно все и пойду набухаюсь. Поэтому, для меня однозначно, вот еще раз говорю, однозначно, на сегодняшний день, на сегодняшний день, я четко знаю, что проблема это я, мой эгоизм. Люди, которыми просят у меня там о помощи и там, ну, просят, чтобы я их провел по шагам. Я даже не спрашиваю, что вы употребляете. Я не спрашиваю, мне все равно, что не употребляете. Я спрашиваю, как вы живете? Почему? Что вы хотите от меня? У вас есть радость, у вас есть душевный покой, у вас есть счастье, у вас есть смысл жизни. Если вам все нормально, так что вы от меня хотите? У вас плохо? Так а что у вас плохо? Почему у вас плохо? Почему вам надо убегать? Почему у вас конфликт с реальностью? Почему у вас конфликт с действительностью? Почему вам плохо с этим? Почему вам надо кушать, почему вам надо, я не знаю, какие-то отношения заходить сексуальные, почему вы убегаете от этого? Это уже следствие, это уже таблетка ваша. Так же, как для меня был алкоголь таблеткой, понимаете? Поэтому, могу ли я помочь этому наркоману или обжоре, или не могу, это уже не мне решать, а вот именно тому человеку, которому я рассказываю большую книгу. Большая книга, она не универсальный инструмент 12 шагов. Технология, знаете, методология, технология, как в книге сказано, выздороветь, да, кстати, выздороветь от безнадежного состояния души и тела. Вот как выздороветь, именно об этом написана книга, как выздороветь от безнадежного состояния души и тела. Вот и совершенно не сказано, там алкоголь это или таблетками мы пытались залечить это, или чем-то другим. Безнадежное состояние души и тела, это как раз внутренний мир. Тело это наш мозг, вот оно тело. Мозг наш запрограммировал на самоуничтожение вируса. Когда-то в детстве мы там еще там, что-то произошло, что мы начали жить своеволею. Поэтому я не знаю, я на эту тему готов говорить до утра. Хорошо. На первой большой книге ведь там немало посвящено именно идентификации. А как вот быть с обжорами? Я, например, могу сказать, что я обжора. По большому счету я обжора. Но при этом я вешу 39 килограмм. Вот мне куда податься? Комна молитв красивая? Я, Наталья, очень хорошие вопросы. Я однозначно вам отвечу. У меня никакой личной идентификации со своим спонсором не было. С Колей Голубей никакой идентификации не было. Я его увидел заочно и я даже не видел, как он выглядит. У меня была идентификация, идентификация с тем, что он делает, что он мне предлагает. Программу выздоровления он мне давал. Он мне предложил решение. Мне. Это не Коля и не сколько он весил или какой возраст у него. Он мне предложил ту штуку, которой мне не хватало. И я взял. И я когда взял, я понял, блин, это то, что я искал. То, что мне действительно не хватало. Потом, когда я увидел, я говорю, ой, так он же, блин, елки-палки, он же может быть молодой еще. Да и так далее. И у меня уже начали вот эти оценочные категории. Поэтому с обжором у меня то же самое. Если обжоры будут говорить, ты вот хорошо выглядишь, у тебя, как ты можешь понять меня, что я вешу там на 20 килограмм больше? Я говорю, мне не собираюсь себя понимать. Мы с тобой не в ЗАГС собираемся, не жениться, не какие-то отношения личные налаживать. Мне не надо тебя любить или не любить, понимать, не понимать. Идентификация на личностном уровне не надо. Должна быть идентификация. И у меня есть решение к духовному и к духовной проблеме. Вот не у меня оно, это не мое решение. Я был вот в этом проблеме, в этой духовной проблеме. Я был вот жить не хочу, умереть страшно. Я был вот в этом состоянии. Вот если, и мне показали путь, как оттуда выйти, я вышел. Сегодня я живу счастливо, радостно, свободно. На ежедневной основе. Если ты хочешь вот этого же, я тебя проведу по этому пути. И какая разница мне, или он пьет, или он продолжает кушать и убегать в холодильник по ночам. Мы решаем духовную проблему. И вся программа 12 шагов именно на это. Она не говорит бросить пить. Это не программа давайте бросим пить или перестать кушать. Это не программа правильной диеты питания. Нифига. Диеты питания, он диетологов много, я этим не занимаюсь. Но я занимаюсь как раз вот именно тем, чтобы привести людей, которые хотят попробовать изменить свою жизнь, чтобы жить на духовной основе. И я им предлагаю вот этот вариант. И очень удачно это получается. Особенно, когда они уже там по 15 лет ходят в всякие анонимные ассоциации. Делают 15 видов диет. И пытаются справиться с болями. И пытаются там играть роль хороших, правильных горожан, семьянин и все. А в конечном счете садятся там и зажирают свою там депрессию всякими вещами. А с виду вроде нормальные люди. Понимаете? И когда ты начинаешь разговаривать с этим человеком, и ты понимаешь, что у него есть то же самое духовная болячка, которая была у меня. И тогда у меня идентификация с ними 100%. Так же, как у них со мной. А депрессия для тебя это заболевание или состояние души? Депрессия это заболевание, так же как духовное заболевание. Я опять же, я не претендую на какие-то медицинские термины. Я в этом понятия не имею. Депрессия это результат чего-то, состояние души, скорее всего. Они доходят на психический уровень. Так же, как результат алкоголизма. Это может быть там полное безумие, деградация личности. А трезвый алкоголик это состояние депрессии то же самое. Но, блин, ну программа решает, елки-палки. Она меня от смерти убрала. От депрессии это термин депрессия. Состояние безнадеги, состояние боли, состояние никчемности, ненужными, апатия, страха, ненависти. Это все можно там, я не знаю, форм, миллион форм депрессии написать. Но программа решила мне эту проблему. Я не говорю, она не пытается быть каким-то уникальным, который решает все проблемы. Ну и существует тут сегодня анонимная депрессивная. И тоже они работают по большой книге. Она работает. Поэтому медицину занимается там своими делами. Я же не медик. Понятно. Ну что ты, Бесс, большое спасибо за хороший вечер. Тебе говорят, а ты подробнее? Ну, Наталья, спасибо вам. Там она, видите, в курилке, как говорится, и получилась еще более такая. Ну, на собрании мы ограничены правилами. Ну, правильно. Поэтому... Правилами, дременем. Да-да. Поэтому, в общем-то, у нас для этого есть время, чтобы пообщаться, просто поговорить. Не, здорово. Ты причем-то таки не стесняясь, а ты, не то, что я на собрании стесняюсь, но для этого нужно время. А здесь у нас сейчас есть. Спасибо. Да, в общем, я не прощаюсь с тобой надолго. Я надеюсь, что мы еще увидимся, услышимся. Я тоже надеюсь, я реально и понимаю, что такое. И действительно, я изучал реально и работал по традициям анонимных алкоголиков и по традициям анонимных наркоманов, которые это самое. Понимаете, то есть традиции, они очень нужны и для групп, и для сообщества, естественно. Поэтому, когда я выступаю в сообществе анонимных алкоголиков, я стараюсь соблюдать все традиции анонимных алкоголиков, применять принципы этих, говорить о том, что традиции, применяемые в семье, я тоже буду спокойно говорить по одной простой причине. Потому что двенадцатый шаг, уже в заглавии двенадцатого шага об этом говорится, что мы должны применять эти принципы во всех наших делах. А какие эти? Вот все эти принципы, принципы, духовные принципы, любить, принятие, единство, я не знаю, свобода. В каждой традиции есть духовный принцип, противоположный принципу эгоизма, эгоцентризма и ко мне, к себе и так далее. Поэтому, естественно, для этого я буду, для этого нужна программа, чтобы я не просто законсервировал себя и был хорошим членом анонимных алкоголиков, а монстром в семье, да, или там, я не знаю, ходил там и всех строил. Нет, я учусь, тренируюсь, практикую на анонимных алкоголиках, потому что там проще, там меня слушают. Дома где-то я попробую их построить. Они не просили меня, говорят, папа, будь моим спонсором. С ними я соглашения не сделаю. Но я тренируюсь с теми, которые, да, просят у меня, чтобы я их провел по шаге. Я говорю, если вы хотите, чтобы я вам сделал, я, пожалуйста, сделаю, это для меня, это для меня выздоровление. Понимаете? Но когда я тренирую эти принципы, шаги, традиции, все принципы, все духовные программы, которые описаны в большой книге, и я потом практикую их в жизни, естественно. Поэтому я не разделяю для себя однозначно, вот, там, программа, и много времени уделять программы, и бытовуха меня заела. Ничего подобного. Для меня применение принципа программных в бытовухе, вот это и есть результат. А не просто правильно говорить, или там, я не знаю, и вовремя открывать комнату, или служение делать, или любить алкоголика. Как мне сказали, попробуй полюбить свою маму так же, как ты любишь этого алкаша, который только что пришел новичок. Надо этому учиться. Да, Наталья? Да, вот Сайгон написал, анонимно-депрессивный алкоголик-наркоман. Да, привет, Сайгон. Я тогда уже умер. Вот это нормальный подход. Потому что так легче. Когда ты умер, у тебя есть готовность принять новое, заново родиться. И ты впитываешь все, и я так тоже. Я реально, физически, может быть, я еще там существовал, но как личность, блин, лучше бы я действительно после комы, знаете, все забыл бы. Но, к сожалению, это нельзя забыть, что ты кто-то существовал. Позиция умер, что ты вот... Это капитуляция, то, что называется, понимаете? И знаете, что самое интересное? Сегодня вот эта позиция, которая называется, я умер, да, я тогда уже умер, это один из сильнейших для меня принципов, духовных принципов капитуляции. Это признание бессилия, да. Это принцип, который всегда срабатывает. До сегодняшнего дня, каждый день, я начинаю с того, что я признаю бессилие перед чем? Перед высшей силой, перед судьбой, перед завтрашним днем, перед тем, что не в моей власти. И этот принцип бессилия, это вот равно того, что каждый день я просыпаюсь заново к жизни, понимаете? Ночью я там умираю, не знаю, сплю и все. И надеюсь, что кто-то будет охранять мое сердце, да, там, кто-то будет там дыхание мое охранять. Я уповаю, наверное, что я проснусь. Но быть уверенным в этом убежденном, это быть... Это не так. Поэтому каждый день, когда я рождаюсь, заново просыпаюсь, у меня сразу поднимается настроение. Я говорю, о, слава Богу, спасибо, что меня разбудили. Есть еще один день жизни. Понимаете? Поэтому принцип принятия бессилия, это, блин, это принцип, который, блин, классный. Это не слабость такая, типа, ой, я больной, ой, ничего не могу. Нет, это бессилие перед высшей силой, смирение перед высшей силой. Есть что-то большее, которое управляет в этом мире, а не я. И слава Богу, я доуправлялся. Все самое лучшее, что я мог, привело меня к смерти, понимаете? Все мои заслуги. А сегодня у меня другое направление. Спасибо, ребята, за прекрасное собрание. До завтра. Счастливо. Это кто там был? Голос такой. Я не знаком так просто. Ингердас, алкоголик. Я с людьми. Ингердас. Я понял. Да. Очень приятно. И слушал я тебя, и хотел бы послушать, что ты будешь говорить после двух-трех лет трезвости. Ну, у меня девять лет трезвости сегодня. Да. Ну, у меня уже, это уже в прошлом. Я понимаю. Ты имеешь в виду после двадцати лет трезвости? Ну, где-то пятнадцать, шестнадцать. Ну, блин, я сам хочу посмотреть, что же я буду говорить о этом. Ну, реально. Я бы хотел послушать. Мне интересно было. Да, блин, сто пудов. Сто пудов. Я тоже слышу, периодически говорят, вот, доживи до двадцати лет трезвости. Но я пока не там, поэтому я сегодня живу в сегодня. А что будет завтра? Ну, опять же. Не, мне просто напомнил меня, когда я был десять лет, имел трезвость, и когда я разговаривал, и сейчас я вот слушаю, это точь-точь копия моя. Так интересно было послушать. А что изменилось, если вы поделись опытом, Инграда, что изменилось в твоем образе жизни, что было десять лет назад и сегодня? А практически все изменилось. Но я могу сказать только одно, что не только шаги, но у меня главная сейчас, наверное, традиция, и я, это у меня как фундамент какой-то стал. Шаги это для меня, чтобы я вылечил свою душу, и все. А вот научиться жить трезво, научиться жить, это я не понимаю, как можно без традиций. Я согласен. У меня только традиции. Сейчас я вот им, я вот строю, как у нас принято говорить, вот, строим дом, да? Ну, и сначала, что нам надо сделать, это надо сделать фундамент. Я сначала тоже, вот, шаги, шаги. У нас, в Литве, раньше, где-то 12 лет назад, были даже специальные лагеря, куда мы съезжались, там, отдельными группами, проходили шаги. Там, там, три-четыре человека плюс наставник. И мы там, ну, каждый раз, когда я приезжал в лагерь, ну, допустим, первый, второй, там, шаг. Или третий, четвертый шаг. У меня каждый раз было о чем разговаривать и говорить. И я бы не мог сейчас сказать, что я сделал это шаги. Каждый раз, когда я прикасаюсь к шагам, у меня все еще находится, что надо поправлять в себе. Это по шагам. А вот традиции, я могу даже сказать, вот, такой случай, когда было мне 9 лет трезвости. И слышал на собрании, когда люди говорили, там, полгода или три месяца приходили на собрание, вот, у них трезвость. Да, и они говорили вот такие вещи, что они не хочут пить, их уже не тянет. Я сижу и излюз. Я чувствую, что я излюз. Почему меня тянет? Я же служу. Я все делаю так, как надо. Да, я шагал, все. Но меня тянет пить. Я должен держать себя так в руках, чтобы не запил. Да, и постоянно такой был страх. И однажды с наставником сидели, вот, разговаривали, как сейчас. А он говорит, так, а ты традиции смотрел? Ну, да, я смотрел, потому что надо было общество с обществом, которое не имеет проблем с алкоголизмом. И надо было представить свою программу, потому что у нас и до сих пор еще группы создаются и тому подобное. И он говорит, мой наставник, а ты себе эти традиции думал как-то принять или... А что там принимать я сразу? Ну, они мне не нужны. А как выяснилось, я без традиций никак не могу. И этот вот страх, чтобы не запить, у меня прошел где-то в 10-ти годах. Потому что я начал уже... Ну, как... Смотреть, что там написано. Вглубже. В традиции. И вот я сейчас уже 17 лет, и мне так... Я говорю, я слушал вас. И вот Наташа, как она все с тобой там... Мне интересно стало. Ну, я хотел выслушать ваше мнение, и мне так... Да, ты прав. Но традиция-то и везде помогает. Везде. И в семье, и на работе. Ну, блин, это... Опять же, я... Там, я не знаю, сейчас уже такая нефица. Я бывший бизнесмен. Я там умел зарабатывать деньги. Я их заработал. Так же успешно их пробухал. Я практик. Если это бы мне не работало бы, ну, я мог бы рисоваться там какое-то время там перед публикой. Мог бы там имидж какой-то создать там какое-то время. Но когда ты уже сам с собой остаешься, какой смысл сам перед собой там выеживаться, да? Поэтому если бы вот эти принципы, которые... Вот если бы эти результаты, которые со мной произошли, внутренние, да, результаты, которые со мной произошли как результат вот этих шагов, если бы они мне действительно не дали новый смысл, осмысление своего предназначения, дальнейшего смысла жизни, направления, ежедневного причем, ну, вряд ли бы я бы там цеплялся за эту фигню, которая там... Сколько можно там понтоваться и долго играть в эту игру? Понимаете? Я реально, я реально, ну, 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 не понимал, о чем идет речь, когда мне, когда мне, когда мне... Когда я первый раз там шаги, когда я на группу пришел, я не знал, что такое анонимные наркоманы, что такое духовные программы. Для меня это были все... Я первый раз был в революционном центре. Я в 17 лет попал в ветроизвитель, где меня милиционеры побили, да, пацаном. И вот это мой опыт выздоровления от алкоголизма, да. И вот попал в определенном возрасте уже полноценной, там, я не знаю, деградированной полностью личность, попал в больничку. Я думал, просто кровь промолит. А мне начали какую-то программу, говорит. Просто реально от моей безысходности и я вот так реально сделал то, что... Делал то, что мне предлагали. И оно сработало, как, знаете, как швейцарские часы. И не то, что я какой-то там трудоголик, какой-то очень активный там... Люблю служить, там, помогать людям. Мне всех нравится в этой группе. Да нифига. Я приходил в анонимные наркоманы, да, с содружества там. И говорю, ой, слава богу, я тут никого не знаю. Я первый мне говорила, ой, не надо рисоваться ни перед кем. И все какие-то посторонние люди для меня. Но мне не важно было, кто эти люди. Так же, как вот мой спонсор. Мне не важно было, кто он. Мне не надо было ассоциации вместе с его личностью. Мне не надо было его жизненный опыт. Для меня никто авторитетом не был. Я сам себе и вообще никто... Ни один человек мне мог быть послушным и говорю, вот, делай, как я. Понимаете? Но я хотел узнать вот этот секрет. На интуитивном уровне. Когда у меня от этого интуитивного уровня не начал работать? Когда у меня свои варианты закончились. И я начал делать. Это не сложно. Сопротивление моего там эго всегда было. Блин, ну зачем? Кто он такой? Еще он мне дает указания. Ну, пацан молодой. Ну, и так далее. Ну, это эго. Но я проиграл в эту игру. Знаете, как в кино. Я сыграл в эту игру. Хорошего мальчика, который подчиняется. И все. Но когда это уже стало мое, и я уже почувствовал от этого наполнение внутреннее, опять же, включились мои амбиции, мой эгоизм, мое желание чувствовать себя хорошо. Мне от этого кайф. Почему я должен от этого кайф? Я начал еще больше копать. Еще дальше идти служить. Еще больше помогать другим. Потому что я понимаю отдачу к себе. Традиции. Это формулировка традиция. В традициях описаны принципы, которые уже начинают описываться в большой книге после девятого шага. не говоря о том, что весь работа с другими, все применения принципов, все пять глав, которые полкниги описаны о том, как нам жить в обществе. А традиции, они сформулировались просто. Просто привели какую-то структуру. И когда все это вместе, ты правильно говоришь, внутренне ты разобрался с твоей проблемой главной, в самом себе, получил направление своего решения выйти из себя, иди, будь полезным для других. И не занимайся самим собой оценкой, потому что ты там эгоистом как был, так и остался. Но почему-то там перенаправь свою энергетику, иначе тебе будет кирдык. И используйте принципы, в конечном счете, они для тебя хороши. И оно работает сто процентов, потому что эти принципы, они не анонимными придуманы. Они придуманы, я не знаю, давно, наверное, понимаете? и они не противоречат сути моего эгоизма. Вот в чем самое интересное. Я опять же делаю то же самое, я прихожу к той свободе, которую все время мечтал. Свободы, никого независимых, быть творческой личностью, быть полезным, быть нужным, быть важным. Это у меня все было, только я не знал, как к этому прийти. Пытался, не получилось. Программа говорит то же самое. Будь зависим от высшей силы и убери зависимость от всех обстоятельств, людей и так далее, на эмоциональном уровне. Будь для них полезен, и тогда тебе не важно, что они тебе дадут. Понимаете? То есть, он не разрушает мой эгоизм. Он, наоборот, берет мое же я и перенаправляет, что со временем я становлюсь чуть ли не альтруистом, понимаете? И от этого кайфую. С удовольствием иду служить. И мне это нравится уже. Опять же, с моих же личностных эгоистических интересов. Да. Все это правильно. Главное, ребята, я пошел уже спать. Ингер, да. Было, было, было приятно познакомиться. Мы еще, как говорится, мир тесен. И спасибо за за то, что слушал. И спасибо, что поделился со нами. Пожалуйста, Девчонки. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok